Доброе утро! Сегодня у нас 15 сентября, а завтра у нас престольный праздник. Я не знаю, настроение такое, как субботнее. Сегодня, видимо, богослужение будет, как всегда, вечернее. А завтра, если Господь благословит по погоде, должен приехать митрополит Сергий к нам. Это все Московская Патриархия Иванников, правящая архиерея Алтайской и Барнаульской епархии. И с ним, так как нашу епархию алтайскую разделили на три части, в Славгород сделался и в Биск, еще две епархии. В Славгороде Владислав, новый епископ поставленный, не знаю, ему приглашал батюшка, он как-то отнекивался. И вторая причина, как бы за мной прислали машину в Славгород, там 200 километров мы бы прислали. Нам 4 километра машину в сторону двинуть нельзя, все на уборке, население так, пшик, еще нету. И свободных тем более никого нету. Ну и отец Аким разговаривал с Сергием последний раз, по телефону, наверное. И говорит, я пригласил епископа, а он что-то не согласен. Говорит, встретите, у меня своей машины нету. А отец Аким ответил, у меня тоже машины нету. Ну и ладно, а архиерей, как так отказался? Да как так? А потом позвонил, то есть день-два прошло. Он говорит, я ему машину подарил, это архиерея. Я передаю ее со слов батюшке, может где-то там подарил, дал, там какие-то, не важно. Но главное, что у Владислава, епископа, теперь есть машина. Машина, и он может, вот, приехать. И, значит, если он приедет, значит, у нас будут здесь два епископа, народу там меньше. Видимо, епископ, как правило, и один не ездит с секретарем епархии, со священниками. Вот, и даже бывает, и с семинаристами приезжали, и потом с певческим хором молодежи, видимо, курсы там регенские есть, и поют здорово, девчата. Вот, это все будет завтра утром. Если Господь благословит, как всегда, мы заснимем, тут секрета нет никакого. Это открыто все делается, снимается и выставлено в интернет. Вот я пришел утром только, помолился, глянул, и все. Вчера я уходил для кошек, вот говорил, тут они есть. Все заполнить, принесли только две, у меня не хватает. Две, а тут больше везде их вот это рассовали, их никуда не девать. Вот это место принадлежит моим кошкам и собачке, туда ложить. И ты это за тебе запомни. Каждый день ты должен меня спрашивать, кошки, собаки, там готова еда или нет? Не трудно тебе это? Никита, я с тобой разговариваю. Ты сказал, ты не уродствуешь. То есть, и бывает и уродство, а от детства дебильность и уродство. Тогда перекидываем на второй вариант. Просто уродство в тебе, это эгоизм жестокий, безразличный. То есть ни своего, ни кола, ни двора, ни этого, ни о чем не заботился. И в порядке вообще не знаешь, как жить в общежитии с людьми. Нету, с нуля. И уехал с Украины, ни друзей, никого нету. И главное, что интересно, видя вот такое даже внешнее состояние твое, священники, тебя тянут священники. Это понятно, уровень настолько понижен для священства, что вот я в 76 лет, я все время с людьми общаюсь. Все время там в университетах, преподавал в школах, сотрудничаю с тюрьмой, с лагерями везде, с милицией, с воинскими частями, молодые люди. Но такого я еще не встречал, экземпляр особый, намертво захрящий в этом, в безразличии. Совершенно безразличный. Идет, ну ребенок лежит, ну что он лежит, да обошел его, еще он священник не знал, что это иудей, из Иерусалима, верю, он шел. Прошел мимо. Еще раз говорю, прошел мимо. Ну почему он не подошел, хотя бы посмотреть, что израненный, видимо думал, как бы мне не попало. Мы как-то шли с батюшкой отцом Иоанном Суворовым на занятия в университете, Алтайский технический университет. И он мне вопросы задает, говорит, ну а почему Христос вывел именно вот самым бессердечным, жестокосердным, безразличным, индифферентным, именно священника. Я говорю, а ты сам посуди, где ты находишься? Туда именно таких и набирают, чтобы он был боязливый, не имел свободы, жестокосердный. Вот ты готовый уже для священника и для родства. Какое бы дело ни сказал, видно, что пальцами, гляжу, еще перебираешь. Зачем? Не перебирай, положи это. Перебирает пальцами тот, кто мыслей нет у него. Дети всегда что-то терепят, стоят, а если поясок нет, он загибает. Никогда. Я пришел первым делом, глянул, котика нет. Где котик-то? Выпустили опять, наверное. Но он оказался дальше. Гляжу, ты открываешь, вагоник. Я сказал, тебе данное задание не пропускать. Так топнул, прозвонился. Не выпускать. Это слишком дорогая цена. Я был в лагере, отбывал наказание за деятельность во имя Иисуса Христа. Жанатаз, Жамбульская область, Казахская ССР тогда была, 86-й год. И там сразу предупредили, какие порядки-то показали. Вот мы находимся там в лагере, там зона, а там в зоне еще есть зона, локальная проверка. Один месяц тебя привезли, чтобы от тебя заразы не было, смотрят. Ну и назначают дежурить, бегать, как маршировать, поднимать ноги. Вот сказали, метелки-то нет, почему не подметено? А стоит 20 человек, отряд. Все должны глядеть, вот, а ты стоял бы вот так вот, рот разлинуло, как всегда, говорится. Кто первый увидел метелку, увидел там метелка далеко. Так, метелка здесь должна быть. И побежал кто? Не один стоит-то. И в это время встать в строй. Приходят здоровые, крепкие. Я до сих пор не знаю, что у них там в перчатках было. Но когда они бьют такой силы удар, видимо, что-то заложено там слинцовое. Это им разрешено, командиры отрядов. Ты что, подло, пришел сюда? Кто тебя звал? Я за тебя отбывать буду. Сказал метелка, вон, 20 человек, мгновенно даже истрываться и бежать. Тебе надо пройти в эту школу. Школу мужества. Сейчас зачем пальцами все время шевелишь? Вот, ничего нету, все, отнято. Стоит пальцами и играет. Зачем ты играешь пальцами? Ты ничего не можешь сделать с собой. Люди не понимают, это одержимость. Я прихожу прям к полному уже убеждению. А они, а они ходят, дежурные, у него там отдельный склад лопаты, отдельные черенки. Ну, лопата, ручка у лопаты. Такая вот, размером. И он ходит с этим черенком лопаты. С черенком. Не так, что он со всего разлет убьет. С размаху. И ты попробуй обороняться. Тебя зашибут. Я познакомился с Женей Маликов, там за что-то он был. Мне все рассказывал. Я не убил, говорит, я ожерелье-то снимал с людей-то. Ну, а из Санкт-Петербурга, тогда Ленинград был, приехал в Москву. Только начал сдавать ювелирную-то. А уже предупреждены были. Я, говорит, подождал. Прошло полгода. И тут же арестовали в магазине. То есть, что милиция не работает, уголовный розыск никуда не угодно. Это неправда. Работает. Может, не так. Но еще советское время было. Еще он там делал, не знаю, утром приходят. Женю убили. Как? Что-то не так сказал. И он размахнулся, ударил его. Проломил голову. Жени нету. А он уже мне рассказывал, как он поет в Москву. Меняет жизнь. Я ему все о Боге говорил. Он все принимал. Конечно, мне пищали. У меня в книге это отображено. Ты один из них был бы. На нашей фабричке, не забастовочке. У тебя главное вот это. Я тебе сказал, для тебя это. Я это сам все сделаю. Не запускать. Кошку не выпустить. Вот он, котик, стоит. Посмотри. Не выпускать. Почему? Он надолго уходил. Я вот тот белый кот избил. Пускай, кстати. Его не надо трогать. Смотрит. Лишний раз его не задевать. Вот он даже какой. Шикарнейший кот. А из приблудных котенок. Брошенных был. Ой. Ну что? Ну разве можно кусать палец? Ой, да какой он хороший. Да ласканный. Да длинный такой. И поставили в дверях в этой локалке. Локальный называется. Тебя поставили. В дверях. Никого не пропускать. Только начальник, который придет в наши отряды. А другой доложить выше. Там дежурный все время есть. Нас там много, новые. Ну тысячи людей в лагере. Новые, новые люди приводят. Тебя поставили. Вот ты стоишь в дверях. Никого не пропускать. Кроме тех, которые тебе скажут. И громко должен заявить. Начальнику сначала доложить. Там через кого. Ну свой маленький телефон там делал. А пропускают. Пропускают. Это правило. А это жизнь. Меня поставили. Подходит. Такой. Так. Вы не нашего отряда. Нельзя. Почему нельзя? Я друг вашему начальнику. Ну нельзя сказали все. И начальнику доложили. Он сам пришел. Начальник отряда. Там тоже есть заключенный. Ну ладно. Пропустите. Ну пропустил. Второе. Ему опять надо отрываться. Опять идти. И я опять не пропускаю. А эти-то пропускали. Которые дежурные-то были-то. Пропускали и морду били. А ко мне два раза подошел. Знаешь, отец. Иди отдыхай в красный уголок. Я тут другого поставлю. То есть. И они приходят по шиферить. Там что-то. Я никого не запускаю. Да он меня бы убил. Не убил. Предупредили. Вот приезжал гражданский. Это майор из Жамбулы. Майор КГБ. И сказал. Вот этого человека на меня не трогать. То есть. Там избиение. Там все знают в КГБ. Меня не трогать. У меня особая черта стояла. Я по самм с МГБ. Московского КГБ шел. А для них это не надо было. И меня ни разу не ударили. Ни разу. Один раз только начальник Рор по руке вот так ударил. Когда сидели. Не молиться. А я заново перекрестился. И вдруг они загоргатали по своему. Там Кудереевна. Капитан по политчасти. Что он говорит? Он говорит. Он говорит. Вы славянский язык знаете. Он сразу. Это палач. Там скольких людей уже убил. Майор. Долутбаев. Вот. Вы наверное и молитесь по-славянски. Уже все. Видимо он сказал. Трогать нельзя. Ударил. Скользко по руке. Это все у меня в книге отображено. А если бы вел по-другому. По-другому было. Письма дают. Не дают. А ко мне специальное спецчасти прибегал человек. Вам письмо пришло. Вас сейчас вызовут. К начальнику. Все письма. День прошел. Ликвидируют. А мои все в сейфе у него лежат. Там ходатайство из ООН было. Помню. Из Японии. Там из Нидерландов. За меня ходатайствовали. Это мне ни грамма не помогло. Я рассказываю. Ты кота не научился охранять. Ты его выпустишь. Вот крючок. Кто пришел? Раз. Открыл. Потопкал. Кот там сидит. Он сидит. Все. Опять закрыл. Я тебя приучаю к чему? К бдительности. Я тебе дал задание. Написал. Память развивать. Памяти нет. Начинаем. Несколько дней назад я сказал. Вот здесь вот. Смотри. А печь какая-то. Печь наша. Вот это вот разная бумага. Мусор. Я тебе говорил убирать это все? Санька все, чтобы я бы виден был. Вот так вот сюда. Маленько. Подожди. Так. Говорил? Говорили. Почему не убираешь? Сколько дней назад сказал? Не помню. Не помнишь. Давай скажем так. Просто недели назад. Три дня назад. Разве синимезли. Но я пришел не убрано. Я сказал бумага. А здесь упадает уголек. Вчера только говорил. Это краска крашена. Сразу загорится. Крыши нет. Это сгорело. Все сгорело. Мы пришли. Все сгорело. Ложки переплавились. Ты неужели не понимаешь, что это пожарная безопасность? Железные плиты. Это правильно. Все так. Я пищник. Я сказал тщательно выметай. Вот так вот. Тебе это претит. Почему не вымет? Макарий Глухарев архимандрит. Чтобы прийти кой ротам. Слово Божие нанести. Он с веником прибирал в юртах. Когда прибирал. И в это время маленько разговаривал. Прибрал. Они не прибирали никогда. Он приучил их к чистоте. Я тебя как дикаря приучаю к этому. Ты не хочешь это делать. Я сказал не надо. С сегодняшнего дня убираю я. Ты господин, я раб. Мне это радостно. Я теперь что делаю? Попросил коробку найти. А где я ее возьму? Я тоже не знаю где. Вот он Володя стоит. Пащенко. Я ему сказал. Мига побежал. Достал. Теперь я что здесь? Правда не просто туда. Проверить. Что это за бумага чистая? Видимо попало под масло где-то. Из нее можно кое-что вырезать. Вот это вот. На определенное. Смотри сюда внимательно. Куда делаются мои хлопушки? Вот они. Я их и нашел. Я знал, что их сжигают. То есть я делаю хлопушек. Штук 7. Газета. Газета вот так говорит. Вот. Видишь как сделано? Ты где сгибаешь газету? Вот тут переги. Но она ясно вдвое. А вот это тут по одному листику. Бить именно этим. И бить так, чтобы она была шире. Сразу вот так ее согнут. А что ты попадешь? Так или так. А здесь, здесь вот она бита. Здесь кишки им этой мухи. Прихожу, ты уже держишь за этот конец. Сказал, чтобы раскрыто, скручено. То есть здесь два варианта. Чтобы было широко. Вы неправильно держите. А? Вы сами-то неправильно держите. Сейчас-то я не беру. Это она уже лежит так. Неправильно я показываю. Не вижу. Вот брать только за это, а бить именно этим, которое не растрепано. Где изгиб. Именно так. Прихожу все наоборот. Семь сохлопушек сделал один раз. Куда деваются? Да никуда. Сжигаются. А почему? А неопределенно. Вот видишь? Кожура. Это она нужна здесь. Ты-то давно бы сделал замещание. Теперь видишь, что я делаю. Вот это полено. Оно мешает все здесь. И будет на место. Бумагу все сложить. Это на раскопку пойдет. По порядку. Что это означает? Отчего она? Вот знать вот это. Зачем бумага здесь? Это пылать все будет. Зачем? Она может стоять здесь. Вон она. Видите, бумага. Я где бы так не посмотрел, везде бумага. Вот. Теперь заново тогда все выбираю. Ты это умеешь делать? Почему не сделал? Руки сложил и все. Ты бомж. Ты нигде ничего не имел и не пытаешься друзей иметь даже. Какое мое отношение к тебе? Я пришел утром, мне сейчас надо бежать к батюшке, да, искать, пока игр не заняты, резать арматуру болгаркой нету. Договориться тракторенком везти туда. Вчера уже закончила. Вечером вчера бульдозеристы я полный расчет дал. 35 тысяч на кону. Последний день. День. И за привозку его. И сегодня сейчас меня, я уже метр держу, сейчас мерить арматуру. У тебя ничего нету, ты вот только стоишь. А у меня ночь как день. И я прихожу здесь, должен теперь убирать каждый день. Это на меня ты навешал работу. Теперь по порядку, все это выбирается. Вот. А это, вот так вот выбрал. Так, это опять поставил она, и определил откуда. Так, сухое там, если можно. Никита Андреевич, подайте, пожалуйста. И вон тот ящик. Вот смотри. Вот так делается. Вот это, может, покрышка нужна или не нужна. Вот, смотри. Но сейчас уже выбираться некогда. Вот так. Ты это мог сделать? Мог. Так почему же ты не сделал-то? Тут гвоздь нашел. Гвоздь этот нужен, плиту там, кружки снимать. Так. Я тебе даю единственный шанс. Так будешь ты убирать или не будешь? Буду. Так садись же убирай. Стоишь согнуться, ни стыда, ни совести нет. Я поднять не могу в колено. А тебе нужно, да не надо. Лицемеры. Убирай. И остаешься без завтрака. Это первое. Иначе, Владимир Владимирович, в этом вина моя есть. Вы делайте, разделите пополам. Значит, я остаюсь тоже без завтрака. Я рассказываю дело. Дальше говорю, Никита, запиши себе. Ты сейчас прижимаешься, сгоришь. Ну, это же огнем горит. Ты что, в самом деле? Кого я поставил здесь? Вот эта дверка печи, она как огонь. Он прислонился к ней. А почему? Не ее, не его. Ну, ты загорится там в спине, ты не снимешь. Волу не прислоняй. Волосы вспыхнут. Куда? Мусор только сюда. Мусор. Это вот мусор. А это сгодится где-то покормить, может быть. Сюда только бумага. Сможешь отделить? Да. Бумага для сожжения, мусор на выкинь. Выбросить. К дверке не прислоняйся. Ладно, сделаешь. Поставь. Сейчас уже некогда. Положи туда. Ну, смысл понятен? Да. Невыполнимого нет здесь, ничего? Невыполнимого? Нет. Ты запиши. Второе я тебе сказал. Это разберете. Шторки. Шторки должны быть, ну, как светомаскировка войну была. Да. Если человек свет зажег, светомаскировки нет, за этим наблюдали люди, что ему будет. Как вредитель, дающийся сигнал врагам бомбить Москву. За этим смерть стояла. В газете «Труд» была статья «Упырь». Он убивал целое семейство. Окно открытое, жарко. А как вы узнавали, где убивать? Ну, как? Шторок-то нету. Я видел там хозяина, две женщины, там сестра. Ну, я как проходил, первым делом кирпичом ночью убивал хозяина, а потом дальше. Это смерть. Я сказал, вот здесь вот. На эту. Чтобы ниже она была. Ты это понял? Запиши шторки. И все время проверяй, раздевай свою память на этом. У нас три окошечка. Три. И ты должен со всех сторон посмотреть. Если вот так вот приоткрыто где-то со стороны, это уже прокол. Это смерть. Ну, учись серьезно смотреть на это. Мысленно воображать, что это маскировка. Я лезу. А почему так быстро лазить? Я в армии служил, а потом, так сказать, в охлоте служил. И по лестнице там не разрешается ходить. Там не лестницы, трапы. Только бегом. Где бы ты ни поднимался. Я сегодня бегом бегаю. Меня увезли тут. Пилили деревья. 75 деревьев. Даже самый сильный парень упарился. Приехал. Мне сердце. Ну, Виктор Андреевич меня положил для осмотра. Ну, я побыл. И там бегу на этаж. Врач остановился. А вы кто будете в кардиологии? Я говорю, да тут. Ничего себе кардиология. Пятый этаж. И бежите бегом. Да, бегом. Навык. Практика. Ты побежишь. На днях я тебе сказал. Никита, бегом. Ты стоишь. Я сказал все. Теперь ты начальник. Командуй мною. А что я буду командовать? Ну, скажи слова. Повторяй за мной. Беги вон до туда и обратно. Наконец ты сказал. Я ринулся со всех ног. И прибежал. Встал перед тобой. Трудно? Великого требует тебя Господь. Ты великий или сказал пророк тебе? В семь раз окупнись и выйдешь здоровый. А что у нас реки хуже Иордана? Тебе зачем это рассуждать? Ты Авадорофея считал хоть раз? Еще Авадорофея учил как? Кверх. Корешками капусту посади. Приходит. Сделал учитель. Как говорили. Как? Корешками кверху. А он садил и думал даст. Старый стал учитель. Стал заговариваться, забывать. Да нет. А если бы кверху корешками? А что бы выросло? Послушание выросло бы, сын мой. У меня запасная капуста. И мы бы ее тоже пересадили. Она не пострадала. Научись не рассуждать. Когда здесь уже тысячу раз вымерено. Зачем я тебе буду объяснять? А почему? Зачем? Я тебе все на примерах могу показать. Хотя знаешь, что ты этим не нуждаешься. Ты мне подтвердил. Говоришь, перед Богом говорю, что я умышленно не уродствую. Ты говорил мне? Понял. Подтверждаешь? Значит, я принимаю, что в тебе есть не уродство, а уродство. И начинаю бороться с этим. Потому что ты дорог мне. Я тебя не отпущу от себя никогда. Пока не исправишься. Понял, нет? Понял. Я из тебя должен сделать воина Христова. А в малом неверно тебя над многим никто не поставит. Вот эти вот чашечки, чтобы все время были заполнены мне и принесены. Не мне, кошкам. Это пока убираем. Готовимся за стол. Все, свободен. Утренняя гимнастика ума прошла. Вот, пожалуйста. Вот я сказал, с чашкой мне ничего не надо. Только руки помыть. Это у католиков, у мусульман, везде так. А бегать на улицу? В чашку говорят, да там на улице. Да на улицу что я буду бегать? Холодная. Сегодня температура почти к нулю. Завтра, видимо, нуль. Надо посмотреть сегодня. Три градуса мороза будет. Остатки помидоров надо спрятать. На субботу я с Витей договорюсь, чтобы увезти, картошки нагрузить. Тонну почти. Там бабушкам всем. А потом вернуться. И когда уезжать будем, тогда остальные там продукты, Надежда Васильевна. Там варенье, соленье. И за раз нам не увезти, у нас своя газель и все. Слышишь, о чем я говорю? Да. Это и тебя касается. Ты будешь эту картошечку кушать. Не кушать, а есть. Вот. Мы отпускаем. Вчера вечером полный расчет бульдозеристу. Сошенко Алексею Александровичу. Он довольный? Ты скажи, Володя. Да, доволен. Да, доволен. Все. Я ему еще 500 рублей. Он говорит, это что? Как награда, вознаграждение. Как это? Премиально или? Улыбнулся, пошел. Вот так. И он говорит, я приеду. А как же, говорит, хотели клён вырвать? Столкнуть эти. Корни-то остались. Пеньки-то. Ну, никак. Он только спросил, почему. Он сказал, как мне в город попасть? А завтра вторник, наши едут. Поэтому сейчас надо идти. И он его повел туда, показать. С Игорем договориться, чтобы уехал. Он попросил у меня сумку большую. Сумки нет. Я ему книги подарил. Сумки нет, мешок возьму. А что я с мешком буду ходить? А я сказал, а я с магнитофоном по всему Советскому Союзу. По горам лазил. Добирался записи сделать. Записи эти оригинальнейшие. Оригинальнейшие. А уж когда появились магнитофоны в Агромантик 304 на батарейках-то, я записал всё. Сидим. Я хорошо слышал у матери село Воронцовка, Киргизия. И великает кто-то. Я вышел. А это жабы. Жабы рядом там какой-то арык и что-то там. А отросы. И я к ним, к жабам. Мне надо записать иволги. Я делаю скороток, иволгол улетает. Но я знаю, гнездо рядом. Других посылаю оттуда. Гоните. Это ещё до потеряю. Тесно. Видишь, кот куда полез? Я ему открыл вход. Там мышам теперь не поздоровятся. Вон он залез туда, видно его. Это выметишь когда. Там ничего не должно быть. И одна коробка плотно должна стоять. Или маленько отодвинута. Вот ближе к холодильнику, чтобы искра не попала. А там кот мог проходить. То есть разум человеку дан везде. Ты сотворён по образу и подобию Божию. Если Господь благословит. В прошлый раз я подходил, когда ко кресту, а епископ Сергий мне крестом благословляет. Скажите проповедь. Я говорю, я говорю, я только за границей сейчас. В Тбилиси, в Лиссабоне, где еду. Я говорю, только там. А здесь помолился и скажу, наверное, проповедь. Если Господь благословит. Я чтец имею право в храме говорить. При двух епископах. И тема. Я выпрашиваю тему. Человек сотворим по образу и подобию нашему. Да, это любой ребёнок знает. Знаете. Но я ещё раз напомню. Но я открою такие стороны, которых ни у Златоуста, ни у кого нет. Нет. Я считал всех труды отцов. И ни у кого этого нет. У него Василия, этого Симеона Нового. У него Серафима Саровского. Меня даже архиерей спрашивает. Так, где Вы берёте это? Вот это вот, говорите. У Бога. Я прямо от Бога получаю. А Вы можете? Да нет, это так и есть. Вы все согласны? Да. Ну а почему никто об этом говорил? Я говорю слова, которые смеяться можно. Потому что я не родился. Это для меня тема была приготовлена. Поэтому я составляю это. На життя святых симфония для меня. Сделать комментарии вложена фиферлакта для меня. Канон Андрея Критского переложить на три ступени. За 1200 лет никто этого не делал. Я почему? Я не родился ещё. Я понял, это мне назначено. Меня Бог избрал. Я обязан сделать. А тогда опровергнуть. Пока нет, таких нет опровергателей. По носителям есть. А опровергнуть нужно по делу показать. Вот это вот не так. Вот это не так. Понял? Я живу очень активно, азартно, не по возрасту. А почему? Слишком большой потенциал накоплен был. Жар огня. Где бы я ни был. Где бы ни был, я не безразличен. Но вчера ты отличился. Приходишь и говоришь, там упал забор. Или что там упало? Овечки вышли. А ты шёл с шариком. И ты их заграл, поднял там, поднял забор, закрепил. А я батюшке позвонил. Это уже говорит о твоём не безразличии. А раньше ты, день назад ещё, ты мог пройти овечки, пошли пшеницу ходят. Ну что, какое отношение? Я ни пшеницу не сел, ни овечек не имею. Ты до всего имеешь дело. Как в милиции висит особое место, где не проходите мимо, посмотрите. Может быть. У меня один есть, приехал. Приезжаю ночью с Новосибирска. А он вот за шторкой выглядывает. Моя жена приняла там с сестрой, были у Валентина Павловна. И он здесь, и начал рассказать, как он лечил людей, как он патриарху, там, Пимену помогал. И он пьян, пьянство лечит. А я поговорил с ним. Ой-ой-ой, кого приняли. Я тогда утром прошел, не проходите мимо, посмотрел подходящее. И вот он в церкви. А бабки к нему идут, сына лечить от алгоголизма, от запоя. Я даю такое лекарство, что его винтом закрутят. Я говорю, ну и как дальше? Ну, а потом лекарство дам, его опять раскрутят. Любой врач скажет, что ты не врач. А я ему говорю, послушайте, вот тут фотографии есть, а я взял Луначарского. Анатолия Васильевича, первого наркома просвещения в правительстве Ленина. В милиции висит похожий человек. Это не вы, а за ним наблюдаю. Я только отошел, гляжу, он вышел, в ворота не пошел, сиганул через высокую ограду церковную, исчез, как нигде его не было. Понятно? Все, то есть я избавил сотни людей от обманщика, шулера, афериста, кто угодно. Больше его нигде не было, этого лекаря. К врачам не липни, к врачам нужно идти в своем возрасте, ты можешь. Я не иду, почему? Я свое отжил, лечить надо молодых, когда что-то сломано. Вот сегодня я уже поехал с фурункулом, сейчас разбонят, у него врач сказал, фурункулу надо. Да зачем в городе? Фурункулу не поможет. А как? Гудрон. Гудрон, нагреть и приложить. Бывает лук вареный, и опять, это пареный, видимо, где-то, не вареный, чтобы на своем соку лук обыкновенный разрезать. И приложить, привязать ее, чтобы прогрело. Ничего больше не надо. А вот Серега поехал. В прошлый раз, когда у него уже от рака делали операцию, и опять здесь вспыхнуло, начали волдырями идти. Я сказал, никуда не ходи. Будем молиться. И когда началось? Когда он поспорил, киножил мировой здесь. Прямо на самом деле сидел. Мой молитвый начальной. И у него все исчезло. Я говорю, шевер от них, чтобы солнечные лучи не попадали. Я не врач, но знаешь, это вредно. Ты понял? Сергея спроси, говорю это или ты думаешь? Так, хлопцы, за стол. Молиться. Благословен Господь. Ответи дары твои, Господи. Ощи всех на тебя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремя, и отверждаешь и щедру руку, и исполняешь всякое животное благоволение. Аллилуйя. Слава твои, Сыне, Святому Духу, ныне и присно, и во веки веково, аминь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. Благослови, спаси, сохрани, защитни. Да, святит Господь. Все, садимся. У нас времени уже мало. А, еще двадцать и семь.